ну что ж вот вновь новосибирск но прекрасная погода встречает вместе с александром идем знакомиться с командой поближе александр работал удаленно большую часть времени в проекте сейчас приехал познакомиться с командой лично с денисом все верно то есть и интерьеры даже тренды отражают то есть больше функционализма и красота в некой простоте скажем так здесь мы отталкиваемся не только от трендов мы отталкиваемся еще и от желания вероятного заказчика три года все заочно вообще с 15 а вообще когда-то в интернете сохранил картинки там футуристически лондон затопило и такие небоскребы необычные в телефоне ходил года два единственное там не лондон там была венеция венеция мне показалось что уже такой глобальный поток ну и все и мы с ним общаемся и до полгода и вообще вот я видел концепцию в интернете классный он прислал картинка это же мои а сейчас я отправляюсь в мастерскую просто космос где ребята готовят детали для макетов проекта ветер город посмотрим как они работают работам уже где-то года объем занимает примерно около 90 процентов времени мы отдаем на производство ветер города мы подготавливаем детали начинается того что мы получаем проекты после чего мы их начинаем полностью переделывать под станок потому что то что делается именно в виде городе это макеты руслан если не ошибаюсь соответственно конечно и дальше вызвали под станок и позиция компании заключается в том что все что делается вокруг у людей много потребностей много желаний они не могут это реализовать и с помощью технологий обычный как лазер автоволоконный фрезер и все остальное дело производится детали и задача решается много быстрее намного все просто просто космос код а все любят котиков а а а друзья пожалуйста не забывайте оценить мой труд это уже моя четвертая серия и для меня это очень важно и хочу для себя поставить новый рекорд 200 лайков чем быстрее видео наберет 200 лайков тем быстрее будет новый выпуск так что лайк подписка и смотри дальше белые габаритные здания как бы ненавязчивые такие мы показываем саму систему это потом реалистичную картинка превратится падает такая плоскость первого перекрытия мы говорим это первый уровень отметка 00 уровень земли падает так колонна получается упали можем здесь упрощенные какие-то наши модели с макет это пока не важно в таком прозрачном стиле по прозрачность это уходит и появляется то что это на территории мы спасите кадр с дрона идет реально то есть мы показали как примерно развелось так как дальше кадра дрона нет и все это немножко тяжело по просчетам мы как бы потом по прозрачности вот этот фасад убираем и открываем получается детальную 3d модель которую сейчас мы наполняем это у нас просто для сценария мы тут еще ничего как бы не прорабатывали мы просто мыслили то есть это наша макетная модель которая будет детально еще там текстуры нанесены и проработаны то есть мы как бы приближаемся и вот в эту детальность попадаем и рассказываем это зона промышленность дтт потом идем на второй этаж это коммуникации рассказываем про нее и на 4 выходим там по лесу прогуливаемся то есть получается сначала как это строится потом вот общий кадр москва сити потом мы по каждому уровню проходим ну и потом типу масштаб что неважно какой город да начальные макеты к нам приходят достаточно скажем так общем виде вот в таком для того чтобы правильно спозиционировать рассчитать материалы все остальное и сэкономить огромное количество на самом деле финансов на материале которые довольно таки дорогостоящие у нас это акрил 12 миллиметров мы его превращаем соответственно вот вот такой вот макет который идеально вырезается под станок где скомпонованы все детали очень очень плотненько друг другу чтобы максимально сэкономить место далее это уже отправляется на станок а собственно сам материал приходит нам вот с такими вот листами его нам надо экономить беречь но при этом сделать все качественно и красиво сейчас попробуем на этом производстве режется все с помощью лазера мы поставили большой мощный лазер буквально недавно проапгрейдились макетов русланы и ребят наших проектных превращается все в реальные изделия вот так это происходит небольшая доработка прямо для отправки на станок потому что пометки на деталях необходимо делать простой наметочкой а вырез уже выполнять полностью то есть это разные операции для станка это нам приходится прописывать вручную уже непосредственно на станке вот так вот проходит работа в мастерской просто космос ребята показали мне работу лазера и вырезку деталей и провели небольшую экскурсию надеюсь что вам и зрителям было очень интересно а мы едем дальше ну сейчас мы проводим дегазацию силикона чтобы далее залить его формы и было меньше пузырьков и детали сами форму то точнее получились более качественными долговечными вот данный момент у нас выкачивается воздух сейчас будем проводить заливку силе силикона формы подготовленной ранее и извлекаем или тон у нас немножечко пролилась ну и начинаем заливать формочку тонкой струйкой заливаем чтобы из силикона пузыри выходили в процессе заливки завтра сформуем и будем заливать уже пластик и и и и и и очень много инвесторов из индии из вьетнама тоже большое количество из казахстана вот такие страны ты необходимо больше распространять до информации о нашем проекте я уверена что не только вьетнам до казахстан и индия будет активно над этим работать а еще и другие страны вот соответственно над этим сейчас работаем сейчас я занимаюсь подбором транспортной компании через которую мы будем отправлять наши прототипы во вьетнам и в таиланд также занимаясь подбором сотрудников у нас открывается два пол центра в индии ребята очень хорошие мы уже нашли двух лидеров которые занимаются сейчас выбором офиса и организационными вопросами это так 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 Субтитры сделал DimaTorzok Часть деталей у нас пойдет на второй макет и часть деталей на третий макет. Все заново будем делать, чтобы в изготовлении третьего макета использовать все, чтобы у нас уже было готово. Технологии используем мы FDM и фотополимерные технологии. Сейчас на рынке это из доступных, самые лучшие технологии. Цена, качество, скорость. И точность. Определенно я считаю самые лучшие. Где-то FDM используем. Все зависит от задач. Вот так, если есть вопросы, задавайте. Вопросов нет. Нужно привезти на место, установить, наладить трансляции на сайт. Там уже договорились с местом? Да, с местом мы договорились уже давно. Более того, был уже установлен прототип. Но это один из первых был, который еще был мало приспособлен к негативным погодным условиям. Во Владивостоке в декабре месяце прошел очень сильный циклон. Все обледенело, сильные ветра. Город очень сильно пострадал. И наш прототип в том числе. Поэтому этому прототипу уже не грозит абсолютно ничего. А где это будет в таком районе установлено? Это на горе, гора Сопка, с красивым видом на море, на территории одного хорошего отеля. Редактор субтитров А.Семкин